Здравствуйте, друзья! С вами Вула, на ваших экранах Tom Clancy The Division 2, и темой сегодняшнего ролика будет прокачка до 450 гира. Но это видео было бы чересчур банальным, если бы я просто сказал, перепроходите миссии на сложности испытания или идите в ТЗ, никакой смысловой нагрузки оно бы не несло, а ведь реально есть способ прокачаться быстрее. Начнем с простейшего. Не надо иметь мегамозг для того, чтобы понять, что система лута в игре работает таким образом, что вам игра подкидывает шмотки, которые на немножко превышают ваш теперешний гир. То есть, допустим, если у вас сейчас смотки какого-нибудь 350 гира, то после прохождения миссии, во время миссии, вам будут выдавать шмотки, ну, приблизительно там уровня 370-380, и, соответственно, для того, чтобы докачаться до 450 гира, вам надо будет пройти, ну, приличное количество миссий. И, скажем так, если прокачка гира с 1 по 4 тир особо проблем не составляет, потому что вы там все равно идете по миссиям, вам все эти точки надо защищать, чтобы открыть вторжение. И пока вы это все зачищаете, у вас поднимается гир до следующего тира, чтобы спокойно пройти следующее вторжение. В следующем глобальном мире вы опять за пару миссий там докачиваете себе нужный гир и переходите в следующий глобальный мир. Проблема начинает возникать, когда вы заканчиваете третий тир и переходите на четвертый. Все знают, что на 375 гире открывается вторжение, пройдя которое вас перекинет на четвертый тир. И вот дальше вам придется перепроходить миссии, потому что на данный момент на пятый тир не подняться, но 450 гир вам надо набрать, и как можно быстрее. Суть лайфхака в том, что нет смысла, будучи на каком-то вот этом 375 гире, перепроходить миссии, потихонечку получать более лучший гир, типа там 380, потом там 390, 400, 420 и так далее. Потихонечку вам будет добавляться, то есть это, ну, заметно удлинит ваше прохождение, и при этом вы будете прохождить на сложности испытания, а это достаточно сложно. А есть простой способ, который позволит вам перескочить, скажем так, ну, гиров 30-40, и соответственно не перепроходить зазря 3-4 миссии. В общем, ребят, проще будет показать на примере. Я искусственно занизил себе характеристики до 350 гира, и пошел проходить миссию на испытании. Разумеется, в пати, потому что одному мне было бы там сложно. И таким образом, после выхода из миссии, я получаю предметы приблизительно, ну, от 380 до 400 гира. В итоге, среднеарефметически там мой общий гир получился бы где-то 380, наверное. Потому что, сами понимаете, с некоторых миссий у вас шмотки не падают, остаются старые, соответственно, некоторых шмоток у вас падает гораздо больше. Но гир при этом их друг от друга не особо отличается. И таким образом, вам приходится очень долго, долго, долго таким образом продвигаться к своей цели. Проще использовать другой способ, о котором я, кстати, сейчас и поведаю. А именно, купить предметы у вендора. То есть, вы приходите в магазин, как только вы перешли на 4-й тир, у него сразу же должны появиться предметы приблизительно 410-430 тира. Ну, в разбежке. Сами, вы знаете, у вас есть Белый дом, у вас есть театр, у вас есть кампус. Вы в любое из этих мест можете прийти, купить себе шмоток высокого гира. Ну, или можете скрафтить, если у вас есть крафтовый станок, улучшенный до 4-го тира. Можете скрафтить себе вещи в нем и уже в них пойти перепроходить миссии. И уже в таком гире вам выпадут гораздо лучшие шмотки. Уже 440-го сразу гира, 400-го, может быть, даже 50-го в этой разбежке. То есть, суть лайфхака, а точнее, просто наблюдение такова. Сразу же берите любые шмотки, гир которых выше, чем те, которые у вас находятся сейчас. Любыми способами, будь то крафт, будь то покупка, будь то отпиздить друга и забрать его шмотки. В общем, любым способом перед прохождением миссии или отправкой в ТЗ повышайте себе гир до максимума. И в итоге уже в самой миссии вам будут шмотки падать гораздо выше гира, чем тот, который у вас был бы в начале. И времени это на прохождение у вас займет гораздо меньше. Потому что вам всего-то стоит купить шмотки у вендора, это от силы минут 5-10 побегать и пройти там одну миссию. Но при этом, чтобы добраться до этого же уровня, как вы пройдете эту одну миссию, просто с 350-го гира, вам бы пришлось преодолеть миссии 6-7. То есть, чуете разницу? Да, возможно, это банальная информация для некоторых, но все-таки я надеюсь, что хоть некоторым людям она поможет. Поэтому, если это видео было вам полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока!